Довольно любопытная информация открылась о летописи Нестора, в которой он, Нестор, об одних славянах-полянах, жили на полях, отсюда и поляне, ничего плохого не пишет, а о славянах-древлянах, жили в лесах возле древ, отсюда и древляне, написал то, что многие повторяют до сих пор. Из многострадальной книги Михаила Покровского, он умер в 1932 году, «История России с древнейших времен. Исключая полян, — говорит историк Соловьев, — имевших обычаи кроткие и тихие, нравы остальных племен описаны у него летописца черными красками. Древляне жили по-скотски, убивали друг друга, ели все нечистое, и брака у них не было, а похищение девиц, родимичи, вятичи и северяне, имели одинакий обычай, жили в лесу, как звери, ели все нечистое, срамословили перед отцами и перед снохами. Браков у них не было, но игрища между селами, где молодые люди, сговорившись с девицами, похищали их». Сам Соловьев прекрасно понимал, по-видимому, что это не объективное изображение быта древлян и северян, а злая сатира монаха-летописца на язычников и полянина на враждебных полянам соседей, что начальная летопись недалеко ушла в этом случае по своей исторической точности от щедринской истории одного города. Но он не мог воздержаться от искушения повторить эту обличительную характеристику. Слишком уж она хорошо согласовывалась с тем представлением о славянах, какое сложилось у самого Соловьева. «Городов у русских славян, как видимо, было немного», говорит он в другом месте уже от себя. «Знаем, что славяне любили жить рассеянными по родам, которым леса и болота служили вместо городов. На всем пути от Новгорода до Киева по течению Большой реки Олег нашел только два города – Смоленск и Любич. В средней полосе у Радимовичей, Дрюговичей и Вятичей не встречается упоминаний о городах». Если какой-нибудь спор долго длится, не находя себе разрешения, то обыкновенно виноваты здесь бывают не одни спорящие, а и самый предмет спора. Из одной и той же летописи мы узнаем и о дикости Вятичей с братьев, и о торговых договорах Древней Руси с греками. Так высокий был уровень экономический, заключали договора, и культуры славян в древнейшую эпоху, или низкие, что считали правилом для Древней Руси, что исключением, что было частным случаем, индивидуальной особенностью одного племени, и что общим достоянием всех славянских племен. Нестор, в кавычках, или как бы его ни звали, начальный летописец, застал славян уже разделенными. Выделено мной веб-рассказ. И начинает свой рассказ с перечисления разошедшихся в разные стороны, но еще не позабывших друг друга славянских племен. Если бы мы могли составить себе хотя какое-нибудь представление об экономической культуре славян до этого разделения, когда они еще жили вместе и говорили одним языком, мы получили бы некоторый минимум. Общий, конечно, и всем русским славянам перед нами был бы тот основной фон, на котором вышивали столь разноцветные узоры, греческие и скандинавские влияния, христианская проповедь и ливанская торговля. Этот фон до некоторой степени мы можем восстановить по данным лингвистики. Общие всем славянским наречиям культурные термины намечают их общее культурное наследство, дают понятие об их быте не только до прибытия Рюрика, в кавычках, но и до того времени, как Волохи, то есть римляне, нашли славян, сидящих по Дунаю, и вытеснили их оттуда. Это отрывки из начала книги «Русская история». Автор Михаил Николаевич Покровский. Повторюсь, он умер в 1932 году. И ссылка на источник. Из аннотации книги. Книга по-новому, освещающая самые темные, самые туманные моменты истории нашей страны. Новизна трактовки истории России в корне отличалась от концепции официальной промонархической историографии, что придало работе острое политическое значение, поэтому царские власти быстро издали указ об изъятии первого тома русской истории с древнейших времен из учебных библиотек и уничтожения пятого тома. В СССР книга издавалась до 1934 года и выдержала восемь изданий. А затем все научные работы Покровского также были изъяты из библиотек, и многие из них уничтожены. Все, кто придерживался взглядов Покровского на русскую историю, были огульно причислены к школе Покровского и репрессированы. Во времена хрущевской оттепели, застоя и так называемой перестройки историки не раз проявляли интерес к научному наследию Покровского, им было написано более 500 научных трудов, всякий раз пытаясь уложить его в жесткие рамки новых идеологических догм, либо огульно развенчать. Однако по сей день остается актуальным вывод М.В. Нечкиной, сделанный еще в начале 20-х годов 20-го века в отношении истории России с древнейших времен. Этот труд представляет собой крупный вклад в науку. Грядущий исследователь русской истории обязательно пройдет через изучение работы Покровского. Можно с ней не соглашаться, но нельзя ее обойти. Прочитайте книгу Покровского «Русская история». В сети есть три тома читать онлайн и даже скачать. В бумажном варианте продают пять томов. Вам будет интересно. На этом все. Всего хорошего. Читайте книги. С ними интереснее жить. Все ссылки, как обычно, я дам в описании под этим видео. Юрий Шатохин. Канал Веб-Рассказ. Новосибирск. До свидания.